Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о самом ожидаемом фильме лета, легенда о зеленом рыцаре. Современный авторский взгляд режиссера Дэвида Лоури на поэму 14 века неизвестного автора. Позвольте мне подготовить вас к этому эстетическому арт-путешествию. Первоисточником является абсолютно оригинальная поэма Сэр Гавейн и зеленый рыцарь без определенного авторства. Она была полна мистики и реализма, обмана и шуток, сочетала рыцарский роман и героический эпос. Режиссер фильма, который также, как и многоуважаемый Джон Толкиен, был поражен историей Сэра Гавейна еще в подростковом возрасте, по-новому трактовал старый сюжет, сохранив в нем узнаваемость, но сменив акценты и сделав некоторые изменения. Дэвид Лоури – 40-летний независимый режиссер, который стал известен после участия на кинофестивале в Санденсе. Киноманы сразу заметили его фильмы «Несвятые» и «История призрака». В главной роли его нового фильма «Легенда о зеленом рыцаре» Сэра Гавейна вы увидите повзрослевшего миллионера из трущоб английского актера индийского происхождения Дэва Паттеля, шведскую актрису Алисию Викандер, которая стала известна по своим работам в европейских исторических фильмах, и австралийского актера и режиссера Джоэла Эдгартона, кстати, уже сыгравшего Гавейна в «Короле Артуре» еще в 2002. Если вы смотрели хоть один из фильмов этого режиссера, то не будете тешить себя мыслью, что в его новой исторической работе вас будут ожидать бодрый экшен, энергичные приключения и эпические битвы. Темп и ритм повествование меняется в течение действия несколько раз. Это делает картину живой и текучей. Автору удалось ухватить образ времени, которое то ползет, то летит. Верхние ракурсы, так называемый взгляд бога и нижние, с точки зрения героя, направленные вверх, абсолютно оправданы в контексте внутреннего состояния персонажа и идеи. Великолепный внутрикадровый монтаж с самого начала погружает нас в мир легенды с максимальной реалистичностью. Круговые панорамные съемки не дают нам сконцентрироваться на объекте и привносят ощущение зыбкости бытия, неопределенности во времени. Частые крупные планы и прием разрушения четвертой стены отлично работают на усиление общего дискомфорта. Работа с цветом и всеми оттенками зеленого соединяют живописные полотна старых мастеров с современным артом. Музыкальный ряд и весь звуковой подобраны с особым изыском. Все от скрипа половиц, дыхания, шороха леса до пения великанов и средневековых мелодий работает на создание таинственной и напряженной атмосферы ожидания. А сейчас хочу предупредить всех тех, кто еще не посмотрел этот фильм, что далее в моем видео последуют спойлеры. Итак, молодой и легкомысленный Гавейн проводит время при дворе короля Артура в увеселениях и праздности. С легкостью и бравадой он срубает добровольно подставленную голову незваного визитера зеленого рыцаря. Теперь ему нужно пройти испытание и отправиться в путь за ответным ударом от таинственного гостя. Он собирается в дорогу и берет зеленый пояс, оберег его матери колдуньи Морганы, щит, внутри которого изображение Девы Марии, а снаружи пентаграмма. Именно она означает соединение пяти добродетелей настоящего рыцаря, который он должен обрести в пути. Щедрость, история с ограблением. Благочестие или сострадание, история с призраком. Товарищество, любовь к ближнему, дорога с хитрым лисом, который, кстати, в средневековье считался паразитом. Куртуазность, история в замке с леди и лордом, которая, кстати, вступает в противоречие с чистотой. Интересно, что все фантастические события начинаются сразу после того, как Гавейна ограбили и связали. Это наталкивает на мысль, что это и есть последнее событие его земной жизни. Именно после этого идет череда мистических событий и видений, которые, скорее всего, уже происходят в потустороннем мире. На финальном отрезке пути возникает замок, который хочет притвориться передышкой, но, по сути, является самым ответственным испытанием. Здесь Гавейна ждет жена хозяина, заядлого охотника, прекрасная леди, с лицом Эссели, его прежней оставленной подруги. Дама рисует странный перевернутый портрет будущего рыцаря, напоминающий карту Таро, повешенной, означающую перелом и важный момент в судьбе человека. Даму постоянно сопровождает женщина в белом, с завязанными глазами. Так обычно изображали Фемиду или Фортуну, но также это может отсылать и к смерти, и к матери Гавейна, которая тоже была с повязкой на глазах. Сам же замок может быть последним испытанием в чистилище, главным пунктом перед встречей с богом, а лорд Бертилак, таково его имя в поэме, может быть дьяволом, искусителем, которого, кстати, в Англии часто называли лордом. За добычу на охоте он просит у Гавейна выкуп. В поэме Бертилак в итоге оказывается самим зеленым рыцарем и вся история сговором. Но Дэвид Лоури разделяет эти два персонажа. У него они не одно и то же лицо. А кто тогда сам зеленый рыцарь? Еще с 14 века существует множество различных интерпретаций образа. Его называли и зеленым человеком, воплощением древнего бога природы, и одновременно принимали в христианстве, исключая языческие корни. Его ассоциировали и с жизнью, и со смертью, и с дьяволом, и с Христом. У зеленого рыцаря нет четкого символа, подобно пентаграмме Гавейна. Он лишь держит ветку падуба, которая является знаком смерти и возрождения. А что можно сказать про самого сэра Гавейна? Он не похож на героического рыцаря из эпоса. Он несовершенен и имеет право таковым быть. Гавейн живет в соответствии с ценностями земного мира. Сами по себе они могут быть замечательными, могут воплощать целый ряд прекрасных человеческих качеств, от здравого смысла до героической храбрости. Но столкнувшись с ценностями более высокого порядка и сверхъестественными силами, он осознает, что именно они являются исходными и самыми важными. Мы узнаем Гавейна через взаимодействие с женскими образами в реальном и мифических мирах. Они активны и инициируют действия. Мать надевает волшебный пояс-оберег, Эссель просит ответить на ее любовь и взять ее в жены, леди-призрак призывает спасти ее, леди-замка настаивает на близости. В путешествии Гавейн пытается следовать основным рыцарским добродетелям, но вне мифического пространства использует жену для подтверждения статуса, а любовь Эссель для получения наследника. В финале истории трон короля окружают одни женщины, которые начиная с матери все покидают его, оставляя в полном одиночестве. Многие почувствуют от этого дискомфорт, потому что автор фильма очень точно уловил современную больную тему общества, глобальный пересмотр сути мужского предназначения. Возлагаемые на мужчину ожидания, выбранные стереотипы поведения и мышления со времен рыцарства больше не работают. Современный мужчина начинает большее значение уделять своей внутренней гармонии, пытается разобраться в чувствах и поступках. Это неизбежно вызывает растерянность и страх. Гавейн блуждает по лесу бессознательного и идет в абсолютном одиночестве. Он страшится неизбежного, не готов ответить за содеянное, но все же продолжает свой путь. Свободная и открытая структура фильма позволяет нам дать множество вариантов трактовок смысла. Самая простая интерпретация на поверхности. Легенду о рыцаре можно рассматривать как фильм о внутреннем пути, поиске своего предназначения. Кстати, развитие событий можно рассматривать инверсионно. Жизнь, которую прожил Гавейн, отягощенную грехом, мы видим короткими эпизодами в конце повествования, так как она не имеет особого значения. А вот поход за истинный, путь через чистилище к итоговому покаянию занимает основное место в картине и где сон, а где явь это решать вам. Это также фильм об отношении мужского и женского пути. Открытый финал и последние слова зеленого рыцаря говорят о том, что путь старого мужчины-воина и рыцаря закончен, начинается обретение нового значения и смысла. А кадры после титров, где дочь Гавейна маленькая девочка надевает упавшую корону, можно понять как обретение нового центра гармонии и еще как определенное напутствие, что теперь и она, женщина, должна будет пройти этот нелегкий путь искания и познания. И еще эта картина о покаянии перед природой, за преступление, которое совершил человек за все это время и о принятии конечности бытия всего живого, как части цикличного процесса мироздания. А на этом у меня все, с вами была Ольга Сергеева, не пропускайте мои новые выпуски на канале Кинотрафик. Подписывайтесь, ставьте лайки и жду ваше мнение в комментариях.